Всем доброго времени суток, меня зовут Иван. Сегодня мы будем говорить про Linux, про Linuxовые дистрибутивы. Вообще, что такое Linux, ну в двух словах. В чем разница от винды, куда вообще его можно ставить, вообще нужно ли его ставить. Ну и такие вот основные вопросы, которые новичкам, которые только что наболванили на болванку Linux, или там собираются болванить какой-нибудь дистрибутив, они в принципе новичкам непонятны. Там, какой дистрибутив лучше выбрать, в чем разница между Redhead, Debian, или там какой-нибудь, не знаю, Slackware, там, бог его знает. Ну такие вот основные вопросы, сегодня мы рассмотрим. Во-первых, что же такое, собственно, Linux и в чем разница от винды. Linux это точно такая же предупрежденная система, с той лишь разницей от винды, что она с закрытым исходным кодом и распространяется в большинстве случаев в свободную. То есть, если бы за винду вам пришлось отдать бабки в магазе, то за Linux в принципе ничего не надо отдавать в большинстве случаев, потому что в большинстве случаев это не коммерческая сборка какая-нибудь, а от свободных разработчиков, ну и распространяется вот такой лицензии, что за нее платить не надо. В этом-то и фишка, что если вы покупаете ноутбук, вот такие ноутбуки, которые с Linux сразу стоят, и ноутбук дешевый. Но дешевый он не из-за того, что он дерьмо, а из-за того, что там нету, скажем, какой-нибудь восьмой винды сразу встроенной, за которую вы, естественно, доплачиваете бабки. Но в целом-то, что вы ее поставите так, как-нибудь по-другому, что вы ее купите, разницы-то в ней в принципе никакой не будет. То есть, работать она будет точно так же. Но с Linux-ом ноутбук будет стоить дешевле, потому что за операционную систему вы не платите, потому что она распространяется свободно. Дальше, значит, куда ставится вообще Linux? Linux ставится куда пожелаете. Вот на любой кусок шлака, который даже не выглядит как разумное железо, вот 80% того, что можно туда поставить Linux. на телефон, на какой-нибудь планшет, на ноутбук, на компьютер, на ваш модем, который у вас доставляет интернет в хату, на роутер. Даже вот, сейчас я покажу, даже вот можно пхнуть Linux, на вот такую вот микросхему. То есть, он сюда влезет. И можно пхнуть Linux на микросхему, которая в 10 раз меньше этой микрохи. И он туда тоже влезет и запустится, и будет работать. Есть разнообразные дистрибутивы Linux. И если вы начнете в этом копаться, вы просто удивитесь, насколько они бывают миниатюрные. То есть, там, размерами, ну, скажем, 8 мегабайт. Дистрибутив. То есть, представьте себе, Windows сжатый 8 мегабайт, такого уж быть не может. А вот Linux умудряется сжаться 8 мегабайт, и довольно-таки неплохо работать потом. Вот такой вот, с флешки 8 мегабайт. После того, что Linux ставится почти везде, естественно, софт на Linux. На Linux много софта, и в том числе бесплатного. То есть, всякие, там, open-офисы, всякие плееры, за которые не надо ничего платить. И все это работает, кстати, точно так же. Да. Что там еще на Linux-то есть? Игрушки. Игрушек вообще целое море. То есть, ну, сейчас уже в нынешнее время Steam во все разрабатывает со своей Steam-машиной и портирует игры на Linux. То есть, на Linux играть вообще вполне реально. Единственное, что нужно, настроить его. Винду, конечно, в этом плане тоже можно, ну, не поздравить, но ничего про него сказать не могу. На винде, что там, поставил драйвера и играю. На Linux, конечно, придется поводиться, но в целом-то на нем играть можно. Это 100%. Единственное, что придется понастраивать. Какие бывают вообще Linux? Вот на экране у вас сейчас я покажу. Ну, и Википедия нас радует вот такой вот картинкой. Довольно неплохо нарисованы. Вот она. Это значит, такая вот ветка по развитию ринксоидов до середины 2012 года. То есть, она не дрессовывалась уже давно. Здесь, значит, мы видим основные три дистрибутива. Это Debian, Slacquara и Redhead. И с них, значит, уже все наши любимые дистрибутивы, которыми мы сейчас пользуемся довольно удачно, ну, кто ли, ну, кто этим занимается, они уже от этого, от всего идут. То есть, скажем, в основе, ну, Debian дал потом от себя предаток в виде Knoppyx, который, в принципе, довольно удачен. Ubuntu, который у всех на слуху. То есть, Ubuntu породил там еще, ну, просто мега большое количество своих потомков. Это вот, как к Ubuntu на KDM. Что-то еще есть. Mint. Mint, да, тоже очень, ну, такой распространенный сейчас дистрибутив. Естественно, сам Ubuntu до сих пор не перестает заявлять тому, как он, в принципе, нормально работает для новичков. И где-то тут еще есть вот к Subuntu. Subuntu на XFCE. На рабочем столе. XFCE. Ну, на рабочем столе на графической оболочке. Ну, тоже работает довольно неплохо. Насчет остальных ничего не могу сказать. Не пробовал, не ставил. Ну, в целом, это что, должна работать нормально. Следующая, значит, прородительный этот с Лаквара. Ну, вот, не ставил, но в целом почитал и так понял, что это тот же самый Фри БСД. Разница между ними, в принципе, ну, то есть, если судить с точки зрения новичка, разницы почти никакой. Менеджер пакетов. Ну, то есть, как бы, сам принцип работы операционной системы. То есть, они-то Linux-ы оба, но в этом работать проще в Debian и в Ubuntu, и во всех его придатках. А вот в SlackWare там есть порты, все собирается из исходников. То есть, нужно выкачивать сначала исходные тексты, компилировать их. Это все занимает время, это долго. А вот, чтобы в Ubuntu или в Debian поставить программу, это занимает мало времени, и все довольно быстро. Ну, в целом есть свои плюсы и минусы использования SlackWare и на Debian систем. Ну, в общем, тут надо как бы выбор. Что-то такое для себя. Дальше есть RedHead. Ну, опять же, RedHead. Вот, мало я пользовался системами на RedHead. В Ubuntu я никогда в жизни не стоял. У меня была единственная система на RedHead, это Asprinux. А, ну еще Mandrake я попробовал ставить, да. Сейчас, да, самая распространенная это Fedora. Насколько я знаю. Ну, и раньше Mandrake была. Сейчас не знаю вообще вообще. Есть ли Mandrake вообще в мире или нет. Ну, в целом, сайт работает. Значит, есть. Ну, Alt Linux, да, тоже была популярная. Я не знаю сейчас насчет популярности. Alt Linux, ну, глухонная. Может быть, он. Тут даже есть ссылочки. Может быть, еще и даже проект работы. Не знаю, не заходил. Где же скачать, собственно говоря, дистрибутило данную? Ubuntu. Nobuntu.ru Debian.org Fedora Здесь вот есть снизу Такая вот ссылочка Сборки Fedora И здесь уже На разных графических оболочках Разные рабочие столы То есть KDE, XFCE Самый популярный, на мой взгляд Ну, и уже Выбирает, что качать Mandrake Ой, извиняюсь Я качал с торрентов Не знаю, как с официального сайта Ничего не скажу На английском Я не знаю, даже есть там русификация Слак Вара Официальный сайт Ну, и в общем, полазите, посмотрите, откуда скачать Вам понравилось Дистрибутив Я бы новичкам рекомендовал Естественно, Ubuntu Это не реклама Мне в смысле не отрекламируют Ну, просто дистрибутив Хороший Что я могу сказать Но Не саму Ubuntu А его предаток То есть тут Такой небольшой пунктик Саму Ubuntu лучше не ставить Потому что Мне не нравится Рабочий стол То есть концепция Рабочего стола После их версии Ubuntu Вообще Абсолютно уростка Или же ставьте Ubuntu Или же Ubuntu На KDE Вот это вот Две вещи, которые будут Тем, кто переходит с Windows На Linux Или там хочет Побыстрому научиться работать Быстро научиться на этих двух Версиях работать А вот это вот С таким вот столом Просто нереально Мне не нравится Не знаю, как вам Может, у вас, конечно, не прикольнет Но не знаю Есть, значит, на Википедии Много информации по Linux Вот так вот выглядит Заработчик Linux-оидного ядра Вот он Улыбается нам С фотографией Linux Для чего, в принципе, он вообще разрабатывался Он разрабатывался Ну, то есть Как какая-то операционная система Которая В принципе, можно поставить везде То есть С самого начала Так вот задумывалось Ну, естественно, так и получилось Что он работает сейчас Из Википедии Естественно Черпаем сведения Что он работает на вот таком вот количестве Архитектур процессоров То есть вообще Большое количество Практически, я говорю Практически на любом дерьме Его можно запустить РМ X86 и X64, естественно Который сейчас у вас Ваш компьютер Какой-нибудь из этих архитектур Скорее всего Отмыл АВР32 То есть На АВР Запускается Ну, естественно Неполноценный Linux Но все-таки Стартанек Ну, про остальные Ничего не могу сказать Ну, PowerPC Да Тоже запустится Так Что еще Что еще Про Linux Как поставить Linux На вашу систему Я расскажу Дальше В следующих выпусках Вывод из моей Так сказать Маленькой лекции Я рекомендую Хотя бы посмотреть Попробовать То есть Если вы, конечно Не собираетесь На него переходить Но в целом Занимаетесь Нечто больше Чем гоняем Лысого за компом И установкой И удалением Ненужных игрушек Прохождением Всякого такого дерьма Как минимум Стоит посмотреть На Linux Уж Не говорю На то Что переходить Но как минимум Посмотреть на него стоит Если вам понравилась Информация Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии До новых встреч И до свидания